Окей, друзья. Хочу рассказать, как так получилось, что я попал в канат. Вам в городе на улице может быть ветрено, да? Я думаю, будет слышно. Смотрите. Хочу записать видео просто, чтобы те люди, которые мне дороги, близкие мне, которым это интересно, друзья, возможно, которые захотят узнать больше об этом, как это работает, чтобы узнали эту информацию, да? Они просто сказали, вот смотрите, я здесь. Со стороны может вам показаться, что это было как-то резко. Да, вероятно. Потому что даже мои родители, например, не знали о моих планах. А мы с женой думали о том, чтобы приехать в Канаду и приняли решение, что мы переедем ровно в тот момент, когда родился мой сын. Это было 6 лет назад. Это было 4 года назад, точнее. А уже до этого, где-то 6 лет, мы думали о том, что, скорее всего, будем уезжать. Но окончательное решение было принято, когда родился мой сын. Так вот, друзья, когда родился мой сын, то мы окончательно поняли, что мы не хотим, чтобы наш сын рос в Украине. Возможно, это кому-то будет непонятно, почему, да? Ну, я приведу простой пример. По безопасности, например, да? И даже до тех событий, которые сейчас происходят в стране, у нас очень небезопасно. И я не хочу, чтобы мой ребенок рос в небезопасной среде. Я думаю, никто не будет сейчас спорить, что с безопасностью стали огромные проблемы, и еще хуже стало сейчас. Вот. Это, если интересно, по каким причинам, да, и какие решения были приняты, принимались вообще. Когда родился мой сын, я окончательно решил, что мы будем уезжать. И жена со мной согласилась, меня поддержала, и мы вместе начали двигаться в этом направлении. То есть мы готовились к этому 6 лет. Но где-то, наверное, с 2011 года в мыслях уже поселилась возможность эмиграции куда-либо вообще. То есть в любую какую-то другую страну. Да, не обязательно Канада, это может быть другая страна. Просто мы очень хорошо знаем, что такое, что себя представляет эта страна, как это работает. И мы изучали этот вопрос, поверьте, очень тщательно. Мы годами изучали, как это работает, как сюда попасть и с программой эмиграционной. И это было все долгим процессом. Так вот, после рождения ребенка еще один очень сильный эпизод, который повлиял на мое решение уехать из страны. Это было, когда мой отец попал на операцию на сердце. Это открытая операция на сердце, когда у него были очень серьезные проблемы с сердцем. И он попал в врачу. Ну и нам прямым текстом сказали практически, что если определенные деньги не будут заплачивать, то вероятность, что его сделают операцию минимальна, скажем так. Если очень упрощенно объяснить, какого рода это были разговоры. Я не буду говорить, где именно оперировали и все такое, чтобы... Ну, я думаю, вы понимаете, по каким причинам. То есть, когда я понял конкретно, что цена жизни у нас в стране, допустим, вот с моим отцом конкретно это стоило 5 тысяч долларов, ребята. 5 тысяч долларов, чтобы просто отец жил дальше. И когда я понял, что у нас нет никакой защищенности в стране окончательно, так как это ты не поймешь, пока сам с этим не столкнешься. Потому что нет медицины, нет уверенности в будущем, никакой абсолютно. И я не желаю такого будущего своим детям, поэтому я считаю, решение принималось очень легко. И нужно было выезжать. Конечно, очень тяжело оставлять родителей, друзей. Это очень тяжело. Это такая судьба тяжелого иммигранта. Иммиграция никогда не идеальна. И страны идеальны не существуют. Это нужно четко понимать и нужно все зреть, чтобы быть иммигрантом. Мы к этому шли долго. Мы понимаем, Канада тоже не идеальна своими минусами и плюсами. Но, друзья, 6 лет назад я не просто решил уезжать. Я даже выбрал профессию такую, которая мне позволит уехать в Канаду. И я попал в IT, вы знаете, веб-разработчик. Не просто так, а я шел к своей цели. И так совпало, что еще эта сфера, IT, оказалась невероятно мне интересной. Я до сих пор хочу в ней развиваться дальше. Мне до сих пор это интересно. Я хочу развиваться дальше как веб-разработчик. Я 6 лет уже работаю как веб-разработчик. И вот когда сейчас я работал в Польше, то есть в этом феврале, 24-го числа мы успели выехать в Польшу. Буквально с первым взрывом возле нашего дома в Луцке, где мы же остановились на одну ночь. Произошел первый взрыв. Я сел в машину и повез семью в Польшу. А за день до этого мы выехали из Киева. Я не знаю, каким чудом это случилось, но я увидев обстановку вокруг, я понял, что по-другому быть не может. Что нужно брать и уезжать, и вывозить семью. Я был уверен, что начнется то, что начало. В этом я точно не сомневался. Я не думал, что в таком масштабе, но я знал, что будет очень большая бедра. Поэтому я вывезу из семьи в Польше. Там я работал разработчиком дальше. И мы узнали о программе иммиграции в Канаду, которая называется QAED. И я оставлю все ссылки под видео. Вы сможете проделать тот же самый путь. Скажу от себя, это, скорее всего, программа еще будет работать, наверное, где-то, я думаю, до следующего марта. То есть возможности все-таки такие есть. Это не уникальная возможность. Такой бывает, наверное, такой вообще первый раз в истории Канады, такая иммиграция. И такие потоки украинства, как сейчас, это исторические события. Такие уже были, например, где-то около ста лет назад, наверное. Тоже были связаны с репрессиями со стороны России, когда украинцы заселяли канадскую территорию. Если вы не знаете, в Канаде огромное количество украинцев. Это самая большая община в мире, сообщество украинцев в мире в Канаде. Здесь очень большая поддержка украинцев. И украинцы заселяли эту землю. И это очень желанные люди в Канаде, если вы не знали украинцы. Канада очень хочет, чтобы у них жили украинцы. Временно или невременно, это уже зависит от вас. На данный момент есть временная программа. Вы можете приехать сюда на три года, если захотите остаться здесь навсегда. И Канада вам в этом поможет, а потом вы ей поможете, когда будете зарабатывать и платить налоги. Поэтому все взаимовыгодно. Я нашел работу, находясь в Польше, как веб-разработчик. Я нашел работу в Торонто. Мне сделали предложение по работе. И мы поэтому приехали именно в Торонто. То есть я не выбирал конкретно прям город, где тыкнул пальцем по карте и туда приехали. Нет, я нашел работу, туда я приехал, потому что адекватно нужно рассчитывать на свои силы. Пелет в Канаду стоит огромных денег. И пелеты вам могут стоить, например, от двух до трех тысяч долларов или даже до четыре тысячи долларов. То есть вы должны это понимать. И смотрите, друзья, нужно очень хорошо все просчитывать, сможете ли вы вообще потянуть такую иммиграцию. Потому что мы буквально ехали, я скажу так, на последние. Потому что, как и все, мы уезжали в спешке с Украины. Как у всех, сбережений больших нет. Поэтому, ну, по крайней мере, мы были готовы ментально к этому всему. Мы учили языки все эти годы. Мы сдавали экзамены языковые. Моя жена три раза сдавала IELTS. Один раз французский язык. Я сдавал IELTS тоже. Мы шесть лет... Я шесть лет учил английский язык. У меня advanced уровень. Я свободно общаюсь на английском. Здесь со всеми, с канадцами. Мы решаем все вопросы. Банки, страховые. Все вопросы решаем на английском. И нам не надо ничем. Мы сами... Мы зависим только от самих себя. И мы на себя рассчитываем. И поэтому... Это и есть подготовка к Анаде. То есть и профессия, я знаю, которая здесь... Я смогу найти работу в любое время здесь, понимаете? Это и была подготовка для иммиграции в Канаду. Другими словами, когда я нашел работу веб-разработчика, мне сделали предложение. Когда я находился еще в Польше, это произошло где-то три недели... Две недели назад даже я получил предложение. И где-то в конце мая мы получили визы наши в Канаду. Виза дается... Открытое разрешение на работу на три года. То есть вы можете тут три года работать, и ее вам поставят в аэропорту, когда вы прилетите. И также дается еще туристическая виза на 10 лет, которую нужно вклеить в паспорт в посольство. Но так как вы не сможете, скорее всего, сделать сейчас, то вы ее будете вклеивать уже в Канаде. Потому что там сейчас огромные очереди по Европе. Это можно месяц ждать свои записи на прохождение биометрических данных. Это когда вы сдаете отпечатки пальцев для Канады и свои фотографии. Мы проходили эту биометрию в Автрии. Если мы ездили специально на машине, ехали в Австрию, чтобы сдать эти биометрические данные, и где-то через 20 дней, где-то так, в среднем 20-30 дней занимают, вы получаете свои визы. Так вот, когда я нашел работу, по сути, найти работу настолько сложно, что когда вы находите работу, вы понимаете, что вам даже эта программа иммиграции уже не нужна. Потому что... Потому что если вы нашли работу сами, удаленно, вы и так можете попасть в Канаду по любым другим программам. То есть это абсолютно возможно. Но именно эта программа помогает именно нам, украинцам, тем, которые правда сейчас уехали в тяжелое время, а не, допустим, сидели где-нибудь в Европе и нажили уже там десятки тысяч долларов себе сбережений. И им сейчас очень легко переехать. Но таким, как мы, правда, которые уехали сейчас из Канады в тяжелое время, Канада действительно помогает. Она даже делает определенную финансовую помощь первое время. Мы еще не получили ее, конечно. Но она нам очень сильно нужна. Мы ее тут же отдадим Канаде обратно, потому что, чтобы просто сарендовать себе жилье здесь. Это действительно помощь тем, кто уехал, как говорится, без ничего практически с Украины. И сейчас все-таки хочет попасть в Канаду. И даже с этой помощью вам придется потратить довольно большую сумму своих денег, и просто, чтобы прилететь сюда. Хотя есть бесплатные билеты. Сейчас в Канаде собираются тысячи людей забрать на бесплатных билетах. Я оставлю ссылки, как это работает, где вы можете зарегистрироваться, попробовать получить эти бесплатные билеты. Потому что я платил за перелет 2100 долларов. И это на Польшу еще сделала скидку 500 долларов, чтобы мы сюда могли прилететь. И, друзья, это для многих могут быть огромные деньги, как и для меня. Я не исключение. Я не какой-то супербогатый веб-разработчик. Многие там думают про зарплаты веб-разработчиков. Да, хорошие, но это не те цифры, которые в Америке или где-нибудь получают разработчики. Это абсолютно не те зарплаты. Вот, друзья. Поэтому, когда получаешь работу, то ты уже знаешь, ты уверен, что будешь работать, и у тебя все получится. Канада – это страна, где все получится, если ты стараешься, где ты работаешь, где ты настойчив. А в основном украинцы, они такие и есть. Мы готовы работать. Мы не любим от кого-то зависеть, сидеть на каких-то пособиях. Мы приезжаем сюда работать, строить жизнь заново. И такие люди, конечно, нужны Канаде. Никто не слушайте, кто вам говорит, что вы никому нигде не нужны. Вы нужны очень сильно всем развитым странам в мире. Вы всем очень нужны, поверьте. Если у вас в стране вашей вы почему-то не нужны, или у вас есть такое ощущение, ну вот тогда задумайтесь об этом. Потому что Канаде бы точно нужны. Канада вас ждет здесь. Очень добрые, хорошие люди вам помогут здесь. Но расценивайте свои силы хорошо. Так вот, по этой программе вы можете сейчас прилететь, получить финансовую помощь, если вам это нужно. И я думаю, да еще до марта, наверное, 23-го года это будет работать. Но сейчас будет каждый месяц все тяжелее и тяжелее сюда прилетать, потому что начнутся проблемы с арендой, я уверен. Тяжело будет арендовать квартиру. Выбирайте правильно провинцию, куда вы будете лететь. В больших городах больше работают. В маленьких городах меньше работают, но дешевле аренда. Или бывает дешевле аренда, но ее невозможно найти, квартиру. Например, в Черногие летят в Галифакс, в Новоскоча, в Ашотландии, в провинции называется. Так вот, там, например, абсолютно нет аренды жилья. Вы просто ее там не найдете. Там люди очередями стоят на каждую квартиру, просмотрят. И хозяин выбирает только того, кто ему очень понравился или кто предложил больше денег. В Нью-Брансвике, возможно, чуть-чуть будет легче, например. Там тоже хорошая наша община. Ну, то есть вы должны учитывать вот эти все моменты, просчитывать очень хорошо, если вы так решите. Потому что можете прилететь в провинцию, где нет особой работы и где нельзя снять жилье. А жилье снять без предложения о работе практически невозможно. Если, например, в Антарио, где я нахожусь, я нахожусь в Торонто, Антарио, то сейчас Миссасага, но мы будем в Торонто жить. Вот, например, здесь могут попросить за аренду на полгода в период денег с вас. Понимаете? И полгода... Здесь средняя аренда может быть 2 тысячи, например, там, 200 долларов в месяц. Если на полгода, вам придется заплатить больше 10 тысяч долларов. Понимаете? А с работой, с предложением о работе, возможно, получится договориться за два платежа хотя бы снять квартиру. То есть это конкретный практический совет вам даю. Это может быть, например, 5 тысяч долларов только снять на два месяца квартиру. И это если вам еще и сдадут, потому что у вас нет кредитной истории, потому что вы не камер, потому что не все хотят сдавать квартиры. Как бы там ни было, зная даже нашу ситуацию, не все готовы сдавать квартиры нам. Но есть огромное количество хостесов. То есть это когда владельцы жилья могут принять вас к себе домой. Это очень сложно найти. Очень сложно найти. Ну, возможно, вы можете поискать. У меня пока не получилось. Ну, писали мне люди, но они все просто уже фули компликейтные. То есть там уже очень много людей, уже и так у них живут, украинцы. И это удивительно, что канадцы так помогают нашему народу. Действительно, они готовы принять у себя некоторые у себя в доме, в бейсменте. Это как подвальное помещение. Например, принять на три месяца. То есть три месяца они готовы, чтобы вы жили у них с ними бок о бок. И чтобы вы успели за это время найти работу. Получить там, допустим, те пособия. Найти квартиру. То есть встать на ноги. И чтобы, конечно же, уехать от них. То есть не пользоваться их добротой слишком много. Вот. Но это тоже может быть такой путь. Есть еще некоторые отели бесплатно дают. Канада дает. Например, там на две недели. Тоже можете поискать. Есть, возможно, шелтеры. Это как... Приюты такие, где можно пожить тоже. Но прям такой с налаженной схемой, например, как в Европе, где вас кто-то там расселять будет. Прям всех с аэропорта. Это сказки. Этого не будет. В аэропорту мы приехали. Нам дали просто openwork limit. Выдали эти бумажки такие А4 формата. И все. Тебя отпускают. Ты дай все сам по себе. Поймите, Америка это страна, где ты сам по себе. Это на уровне менталитета. Здесь никто вам ничем не обязан и не должен. Вы приезжаете, вы должны рассчитывать на себя. Это жесткая реальность. И многим это не нравится. Мы не привыкшие к этому. Мы привыкли, что государство нам что-то должно. Люди нам что-то должны. Кто-то должен нам помогать. Друзья, нет. Только рассчитывайте на сами себя. Если вам помогут пособия, вы получите его. Вы тут же вернете в этой стране. Вы тут же вложите обратно в эту экономику. Но вы должны рассчитывать на себя, на свой язык, на свои способности работать, находить работу. И такая вся Америка, такие все Соединенные Штаты, Северная Америка, Канада, не исключение. Также очень важно понимать, что здесь реально все очень дорого. Магазины, продукты. Мы сходили, купили основные какие-то вещи, просто простейшие. Что-то покушать, типа чуть ли не ми-вины какой-то на вечер. Самую простую еду, потому что нам сейчас пока негде приготовят, там, где мы живем. Поэтому есть... Как бы вы тут еду по-любому купите какую-то, калорийную еду вы найдете, какие-то батончики, не знаю, батоны, хлеб. Но стоит это все очень дорого здесь. И вот чек может быть 200 долларов за раз, допустим, вообще спокойно. Или 150-200 долларов. Такси здесь стоит где-то 30 долларов в одну сторону. Если ехать минут 20 на такси, то это будет стоить 30 долларов. И вот два раза за день прокатиться 60 долларов только такси будет стоить. Поэтому учитывайте это, пожалуйста. Нашли нашу первую детскую площадку. Уже второй день у нас джет-лак. Просто сумасшедшая, потому что разница во времени 6-7 часов. Сейчас Украина 7 часов. 6 часов разница с Польшей. Сейчас уже у нас здесь 9 часов. Это глубокая ночь, на самом деле. А мы гуляем, пытаемся перестроиться на новый режим. Смотрите, друзья, по делу, да? После того, как вы получите визу, вы пройдете, сдадите биометрию. Например, мы проходили в Австрию. Можете ворвать в Польшу. Ну, в Польше самое тяжелое это проходить. Там очень большие очереди. Итак, после того, когда вы сдадите биометрию, то пройдет дней, у кого неделя, у кого три недели, вы получаете бумажную визу временную. И по ней, вы по этой бумажной визе, это просто вот имейл вам приходит, письмо. Вы можете уже по этой бумажке лететь в Канаду. То есть это такое временное решение, чтобы не создавать очереди. И по ним вы уже можете лететь. Так вот, по этой бумажке вы можете залететь. Допустим, вот нам дали в мае, и по ней можно было залететь до октября. То есть она довольно короткая. Так вот, друзья, вот эта бумажная виза, это очень крутая штука, то, что придумала Канада, чтобы вам залететь. Смотрите, это просто распечатка, обычная бумажка. То есть она не выглядит, как какой-то официальный документ. Не во всех аэропортах во всех странах знают, что это такое, и как это вообще работает, что это за бумажка такая. Поэтому это накладывает некие ограничения на то, откуда вы можете улететь с этой бумажкой. Там есть список стран. Это там Польша, Австрия, Германия. Австрия одни сюда не ходят, по-моему. Нет, по-моему, ходят. Австрия, Польша, Германия. Ну, ближайшие страны к Польше. То есть те страны, которые близко к границе с Украиной, и из которых вы как бы действительно, если вы переезжали в вот такую ситуацию, от войны, да, то вы, скорее всего, находите в странах близких к Украине. Если вы находитесь где-нибудь во Франции, или вы находитесь в Великобритании, вопрос, почему вы там? Почему вы в этих странах вообще находитесь, если вы... Пап, идем туда. Пап, у меня это снимать. Пап. Снимать тебя? Да. Сняли с качели? Нет. Из-за вот этих ограничений с этой визой, что не у всех странах в Европе можно с ними улетать, не все знают, как это работает. Это накладывает некие ограничения на то, какие билеты вы можете покупать. Самый дешевый билет – это с пересадками. Чем больше пересадок, тем дешевле, чем более неудобно время, тем дешевле. Так вот, например, полететь через Лондон, могут быть вопросы. Поэтому билеты покупать сложнее. Друзья, ладно, чтобы не затягивать это видео, я записал специально для тех, кто будет интересоваться. Мне многие люди уже начинают писать, лично спрашивать, как, что, как это получилось, как это сделать. Друзья, я шел к этому долго. Для моей семьи это невероятное событие, что мы сюда попали. Я считаю, что этот мир для людей, и ты выбираешь сам, где тебе жить. Где тебе комфортно, там ты живешь, там ты строишь свою новую жизнь. И делаешь свою жизнь лучше. Движешься к своим мечтам. Мой канал называется YouKanol. Вы теперь знаете, почему. Я его, кстати, создал, когда уже мы двигались по одной из программ иммиграционных, если вы не знали. Я был в Амстердаме в 2012 году. Это нас с семьей пригласили иммиграционные офицеры из провинции Нью-Брансвик. И мы ездили в Амстердам, мы шли по программе определенной миграционной. То есть мы делали конкретные шаги. У нас было все абсолютно готово, чтобы в Амстердам еще два года назад. Единственный нюанс, потому что мы не обращались ни к каким юристам, мы ошиблись. И миграционные офицеры ошиблись. Они не поняли, что у моей жены чуть-чуть неправильный опыт работы. То есть им нужен был, чтобы моя жена работала в отельной сфере год непрерывного опыта. А у моей жены был семь месяцев опыта на одном рабочем месте и восемь на другом. То есть в целом, как бы больше года, да? Но де-факто не было года на одном месте. Мы из-за только этого одного нюанса не смогли попасть в Канаду вот год или полтора назад. Мы не смогли попасть тогда. Мы потратили огромные суммы денег. Это где-то 150 тысяч гривен, наверное, на протяжении двух лет. Мы тратили на языки и на подготовку к языкам. И на эту программу. На саму поездку в Амстердам у нас не было таких денег. Просто поездка стоила 30 тысяч гривен тогда, чтобы просто съездить туда. Мы экономили этими годами. Мы не тратили деньги, мы собирали деньги, мы готовились. Мы вкладывали в себя, в язык, в профессии. И шли к своей цели. Как видите, получилось совсем не так, как мы планировали. И, конечно, я никому не могу пожелать такого пути. Просто это ужасно. У меня родные сейчас в Бердянске. Вы знаете, что в Бердянском происходит. Мои жены в Донецке сейчас сидят. Там ужас. Поэтому этого никому не пожелаешь. Случилось. Мечты все равно превратились в реальность. И что я вам сказать, друзья? Если вы решили, если вы правда думаете о том, чтобы поехать в Канаду, например, чтобы сделать свои мечты в реальность, то делайте это и ждите. Все у вас получится. Вам весь мир поможет это сделать. Это будет легко, но это все получится. И если будут какие-то вопросы, пишите мне, кто меня знает, лично пишите мне в Директ, где угодно. где вы меня знаете, там мне пишите. Ну или под этим видео в комментариях. Смотрите, канал я не буду, во-первых, канал больше не будет на русском языке. И вообще не будет. Ни на украинском, ни на русском, только на английском. Канал будет только на английском языке. И не будет превращаться в какой-то миграционный канал, где я буду рассказывать, как эмигрировать в Канаду и все такое и тому подобное. Будут какие-то влоги, я буду показывать свою жизнь, но будет все на английском. Это решение принято окончательно и только будет так. Это нужно мне развивать свой язык, английский. Хоть у меня и так advanced уровень, я свободно общаюсь, но его нужно развивать постоянно, поверьте. Если вы хотите здесь комфортно жить и быстро адаптироваться. Вот. На этом у меня все, друзья. Всех обнял. Берегите себя и свободу Украина. Снимаю тебя, да? Скажи что-нибудь на камеру. Даня, твоя канадская первая площадка? Да. Ты первый раз играешь на канадской? Нет. Ты первый раз играешь на камеру. Я не хочу тебя вернуться. Я не хочу тебя вернуться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok